Как вы делаете на посту министра труда? Только сейчас мы пересматриваем принципы расчета потребительской корзины и минимального бюджета на основе потребительской корзины, которые были утверждены тогда. Я тогда называл людоеном, потому что мы тогда закладывали, что подход такой, что надо изъять из корзины, в которую входят меховые изделия и так далее, что нам в условиях кризиса нужно в большей степени ставку сделать на продовольственную часть корзины и изъять оттуда предметы, которые не являются предметами первой необходимости в части непродовольственных товаров. И тогда пришлось поджать советский, как говорится, принцип формирования потребительской корзины. Тот факт, что он там 20 лет просуществовал, наверное, означает, что не только для условий кризиса эта модель срабатывает, но в принципе очень важно, чтобы действительно эти минимальные стандарты были минимальными, фактические потребления, фактические доходы должны превышать этот уровень, в том числе за счет наличия нескольких источников формирования доходов, совмещения различных источников, поскольку семья сложно структурированная вещь. И важно было сконцентрировать социальную помощь на принципах адресности. Вот, скажем, до сих пор мы не в период монетизации, не в нынешний период, не можем обеспечить адресность на основе заявительного принципа. То есть помощь люди должны просить. И просить, имея в виду, что не то, что у них зарплата, допустим, или доход ниже определенного уровня, формальное регистрирование доходов, они должны просить, имея в виду, что разные источники дохода не позволяют им выйти на этот минимальный уровень, поскольку у нас статистика не уловит все источники доходов и так далее. И, в принципе, безусловно, нужно максимально давать удочку, а не рыбу только подтаскивать, тем более там засохший в облак какой-нибудь. Поэтому я возвращаюсь к тому же принципу обеспечения земельными участками. Вот это сейчас принцип, буквально сегодня Владимир Путин на госсовете говорил о том, что надо обеспечить землей многодетные семьи и так далее. В принципе, конечно, это вот то, что и в начале 90-х годов было более неочевидно. Нет возможности обеспечить всех достойной работой с точки зрения заработной платы, доходов и так далее. Давайте дадим землю, пусть тот, кто хочет, пусть выращивает там картошку, помидоры и так далее, строится, живет по принципу, ну, не новых армбензонов, конечно, так сказать. Но, тем не менее, ясно, что это как бы возможность, как говорится, и к выживанию. Вот моя супруга розы берет в одной семье, которая живет под Москвой, они научные сотрудники, остепененные и так далее. Вот в 91-м году они поняли, что они в Москве не выживут. Они переселились за город, там 100 километров от Москвы, прочитали в Ленинке всю литературу о розах и выращивают самые лучшие розы в Подмосковье сейчас. К ним очередь стоит. Вот если сейчас в сентябре их надо сажать, розы, но сейчас уже не запишешься на их розы. Надо было зимой где-то, или лучше осенью на следующий год. Дети у них, как говорится, дистанционным образом учились в школе. Там младший сын в 16 лет в МИФИ поступил. И так далее. То есть, на самом деле, конечно, в данном случае я привожу пример, что действительно надо было дать новые возможности людям. Мы их на самом деле не дали. Мы все-таки, вот это одна из главных ошибок, мы в старой парадигме. Мы должны пособие выдать тем, у кого уровень там ниже, обеспечить каким-то набором минимальным услуг и так далее. Вместо того, чтобы даже тем, кто оказывается в зоне бедствия, Владимир Владимирович сегодня насчитал, сколько 18 миллионов живет ниже прожиточного минимума, но это там официально регистрируемые доходы. И, в принципе, многие из этих людей могут выйти из этой зоны бедствия, если им дать не источник дохода в другой виде, особенно бюджетного вспомоществования, а действительно возможность зарабатывать деньги. Вот мы не сумели на самом деле трансформировать вот эту патерналистскую схему обеспечения там приемлемого уровня жизни на вот эту схему достижительной ориентации. Ведь, в принципе, ограниченное число людей, прежде всего, люди с ограниченными возможностями по возрасту или инвалидности и так далее, они не в состоянии сами себе заработать. Для остальных нужно дать вот эти самые возможности. И то, что у нас в советское время, ведь, в принципе, многие уже жили с шести соток своих, это тоже факт был. И сейчас мы можем многие вопросы решить, действительно, не тратя даже те же деньги, но на создание вот таких условий, ну, по типу там подведения инфраструктуры к земельному участку и предоставления какого-нибудь льготной ипотеки семьям и так далее, когда они в состоянии будут сами себя и прокормить, и, так сказать, детей обучить и так далее. Я вот недавно прочитал интересную книжку Александра Чудакова, который умер в 2005 году. Книга называется «Ложится мрак на старые…» нет, «Ложится…» не помню что, «На старые ступени». Ну, это такая мемуарная книга, которая описывает жизнь в ссылке, в основном в северном Казахстане, в семье, по всей видимости, Александра Чудакова, поскольку дальше идут его фотографии, в том числе Смарета Чудакова, это его жена была. И там оказывается, что, в принципе, лучше всего выживали в ссылке священники, офицеры и так далее, потому что их учили делать всё. И даже девицы, закончившие институты типа Смольного и другие институты благородных девиц, там, правда, по-моему, в Виленске бабушка заканчивала институт благородных девиц, они умели всё. И у них полное натуральное хозяйство. И мыло варили, и кожу там дубили, и что-то вялили, и клеили, и так далее. И обучали детей своих, и так далее. Когда мальчик пошёл в первый класс, главная у него была проблема, сумеет ли он правильно перевести простые дроби в десятичные. Когда он, как говорится, с этой думой пришёл в первый класс, ему пришлось перевестись в четвёртый сразу. В принципе, ведь можно, так сказать, при наличии там минимальных условий, в принципе, ведь главная задача действительно детей вывести на какую-то следующую, как говорится, ступень, передав им максимум того, что можно дать с точки зрения интеллекта, ума, навыков, квалификаций и так далее. Главное, и умение учиться, умение работать и так далее. И здесь, безусловно, важна вот эта технология, и родителям-то дать возможность реализовать себя вот на той же земле, например. И поэтому, как бы, задача, вот сегодня я встречался с министром юстиции Италии, такая очень интересная дама, профессор и так далее, сотрудничает с нашим партнёрской структурой, конфиндустрия. Так вот, в Италии 70% бизнеса – это малый бизнес, и у нас это 20%. Когда мы дойдём до итальянской, как бы, пропорции, тогда можно считать, что мы действительно даём возможность каждому, кто в состоянии трудиться, не имеет так физических или иных ограничений, даём возможность обеспечить достойный уровень труда. Так, конечно, в условиях засилия, там, и государственных корпораций, там, и крупных предприятий, у которых нет стимулов обзаводиться сетью своих, как говорится, аутсорсинговых малых компаний и так далее. Вот в этих условиях трудно рассчитывать, что мы быстро уйдём от модели такого патерналистского распределения социальных благ нуждающимся. А это тупиковая модель, безусловно, и ориентироваться мы сейчас на, скажем, растущие пособия из бюджета тоже не можем, и мировая экономическая ситуация не позволяет на это сильно рассчитывать. Но самое главное, что она тупиковая в ментальном плане. Мы не сможем, как бы, сформировать генерации, там, новые поколения, так сказать, людей, которые действительно ориентируются на то, чтобы и свои навыки, и компетенции, как бы, сформировать, постоянно их поддерживать на высоком уровне и реализовывать. А без этого мы будем обречены на отставание глобальной конкуренции, безусловно. На самом деле и то, и другое, потому что, на самом деле, несмотря на то, что у нас были соглашения с Международным валютным фондом и достаточно жёсткие обязательства по проведению денежно-кредитной, бюджетной политики, подкачка-то была, да, и летняя подкачка имела место, и, условно, было понятно, что это выйдет на поверхность через какое-то время, оно и вышло. То есть можно было спрогнозировать, так сказать, что осенью 1994 года может быть некий всплеск, так же, как несложно было спрогнозировать в феврале 1998 года, что в августе будет тяжёлая ситуация, связанная с обслуживанием ГКО. Если не будет новых источников. Кстати, именно отсюда высокая активность в июне 1998 года, когда там Чубайса утвердили в ранге вице-премьера спецпредставителем по переговорам, был привлечён кредит МВФ, потому что счётная вещь была ясна, что в августе будет кризис, как говорится, бюджетный, бюджетный может привести к девальвации и так далее, но было принято решение, что если взять кредит, можно не допустить девальвации, потому что все тогда понимали, что Борис Николаевич девальвацию не любит. И он поувольняет всех, чёртовой матери, если рубля бесценниц. И пример был, это чёрный вторник 1994 года, когда он поуволил всех ни за что почти, потому что это действительно, вот этот пик был связан и с подкачкой денег летней, в том числе весенне-летней, и действительно с течением обстоятельств, в том числе и спекулятивными какими-то действиями, в связи с тем, что там была какая-то ликвидность. И поэтому, на самом деле, я считаю, что, ну, можно было бы, конечно, выводы какие-то делать, но, в принципе, я говорю, Борис Николаевич очень, он был чувствительным к этому параметру. Устойчивость рубля, там, обменного курса, он как раз считал, что и для народа это, так сказать, показатель такой, что политика верная. Когда вот здесь провалы случались, он, конечно, был очень жестким, так сказать, в принятии решений, и бесполезно было с ним, как бы, обсуждать альтернативу. И поэтому вот и в августе 98-го года было понятно, что когда он там накануне дефолта заявлял, что нет объективных оснований для девальвации рубля, на следующий день девальвация случилась, то было понятно, что он вообще-то был, ну, если не в ауте, то потрясен, конечно, этим делом. И, кстати, именно поэтому он так в политическом плане, как говорится, ну, как бы пошел на компромисс с Верховным Советом и стал настаивать на третьем внесении кандидатуры Черномырлина, потому что он был немножко, как говорится, не в форме, что называется, да, так сказать, у него вот был потерян такой драйв, что ли, так сказать, потому что он был уверен в том, что вот этот критерий, стабильность рубля, как говорится, будет выдержан. И действительно, даже когда, я помню, в июне, ну, весной мы обсуждали девальвацию в пределах, скажем, где-то до 10 рублей за доллар, что это, как говорится, очень большая девальвация, но, наверное, на нее придется идти, может быть, постепенно, расширяя коридор, вводя плавающий курс, но, так сказать, Борис Николаевич как бы с этим не согласился, и поэтому вот привлечение кредитов в МВФ была та альтернатива, на которую вроде и крупные банки пошли там, и Борису Николаевичу она была более приемлема. Я помню, когда вот обсуждался вопрос, кто же будет вести переговоры с МВФ, решили, что Гайдара нельзя, потому что он, так сказать, в публичном плане, наверное, будет больше негатива, чем пользы, хотя с содержательной точки зрения лучше него никто не проведет. Борис Федоров не надо дергать, потому что он только что сел на налоговую службу и пусть собирает налоги. Чубайса нельзя, потому что он только сел на РАО ЕС, и надо реформы проводить, остался один Шохин, а я сказал, что я не уверен в том, что надо занимать деньги в МВФ, и давайте обсудим все варианты в том, что с девальвацией, в пределах до 10 рублей, ты пессимист, поэтому вот Чубайс пусть посовмещает. Ну, именно потому что к Борису Николаевичу нельзя было идти с идеей девальвации, ну, через расширение коридора, плавающего курса и так далее. Поэтому, на самом деле, многие вещи, их легко, как говорится, просчитать, в том числе и, так сказать, девальвационные эффекты можно просчитать, если как бы смотреть, как растет денежная база, денежная масса там и так далее. Ну, там были и другие обстоятельства, которые просто, как говорится, в том числе и, опять-таки, вот всегда в таких случаях эффект неожиданности, безусловно, есть. Хотя что-то просчитывается, но почему-то не завтра считается. А есть, конечно, там эволюционные спекулянты, которые, как бы, понимая, что послезавтра это может случиться, лучше завтра уже начинать атаку там на рубль и так далее и заработать. Плюс там могут быть либо целенаправленные, либо не совсем удачные действия там и финансовых властей и так далее, которые в тот момент, когда лучше те или иные там проводки не делают, там они проводят, они влияют на возможности операторов, ведь в том числе надо иметь в виду, что бюджетные деньги в частных банках там хранились и были возможности и, так сказать, спекуляции даже за счет бюджетных денег и так далее, и так далее. То есть неотработанность в том числе и некоторых механизмов регулирования позволяла, как говорится, спекуляциям, как говорится, раскручиваться. Я напомню, кстати, в августе 1994 года еще скандал с МММ был и тоже, как бы, это, видимо, так сказать, влияло. Вот ощущение того, что скоро, может, монетарные власти ужесточат регулирование, тоже могло быть, потому что, как бы, дискуссия шла, что делать с такого рода пирамидами, как их, как говорится, прижимать, что называется, и так далее, это тоже могло повлиять на поведение финансовых спекулянтов. Условно говоря, октябрь 1994 года и сильно не реагировать так сильно, как прореагировал Борис Николаевич, потому что, если бы он так сильно не прореагировал, может быть, и по-другому, и лето 98-го сложилось, и августа 98-го года, может, можно было бы, так сказать, плавно опускать рубль без потрясения августа 98-го года, и правительство могло уцелеть тогда, и, может быть, многих политических событий не было и так далее, но это чересчур много если, и поэтому, безусловно, лучше без сослагателевого наклонения обходиться, анализируя историю, потому что задним умом там вообще крепкие, и сейчас можно, как говорится, проанализировать и сказать, кто прав, кто не прав. Я вот, например, не так давно Андрей Уренов просил меня дать ему какое-то интервью по конкретным вопросам, что было там в те или иные периоды, там в том же 94-м году, ну и раньше тоже, и в основном его интересовала роль Егора Тимуровича Гайдара, я сказал, что я не буду давать ему никаких пояснений, разъяснений, там, в том числе исходящих из своей включенности в некоторые обсуждения, потому что знаю, что он чересчур жестко характеризует Егора Тимуровича как человека, который все делал неправильно и так далее, и так далее. Вот я считаю, что вот то, чем занимается Андрей Уренов, это вот попытка с высот, как говорится, 20-ти летней давности и так далее оценивать действия нелюбимых им людей, так сказать, я думаю, что это абсолютно неверный подход, ну хотя, так сказать, каждый вправе, так сказать, говорить и делать то, что он считает нужным, но тем не менее, мне кажется, что несмотря на ошибки, которых, безусловно, было достаточно много, и можно говорить о них, в том числе, как и о своих ошибках. Я был членом команды, ни на кого, как говорится, сваливать не намерен, и многие решения принимались коллегиально, если они принимались, а ты как бы был несогласен, ну, была возможность и публично высказаться на заседаниях, в том числе правительству, поскольку они часто напоминали, как я говорю, дискуссионный клуб, особенно, как говорится, первые пару лет, и, во-вторых, ну, никто не мешал, как говорится, и не соглашаясь с политикой, там, подавать в отставку и так далее, но я напомню, что многие, уходя в отставку, находили какие-то достаточно конкретные поводы, чтобы не противопоставлять себя остающимся людям.